Ассаламу алейкум! Приветствую всех! Вы на канале Антона в ММА и здесь говорим про единоборство. Досмотрите это видео до конца, я буду вам за это очень благодарен. Приятного просмотра! Главное событие прошедшего UFC 284 было именно таким, как рекламировалось Pound for Pound номер один рейтинга против второго номера рейтинга Pound for Pound. Один из боев самого высокого уровня в истории UFC. Законно все заговорили про реванш. Александр Волкановский опубликовал у себя видео, на котором Ислам Махачев соглашается на тот самый реванш в Абу-Даби осенью. Это было сразу после турнира UFC 284. Должны ли мы сделать это снова, говорит Волкановский? Конечно, отвечает Махачев. Может быть Абу-Даби? Ваша команда заслуживает этого в Абу-Даби? Моя очередь, чтобы меня свистали трибуны, говорит Волкановский. Спустя несколько мгновений Волкановский повторяет свою просьбу в присутствии уже большего количества людей. Говорит, устроим матч-реванш? А Махачев отвечает, да, почему бы и нет. На этот раз в Абу-Даби. Слова менеджера Махачева. Да, это справедливо. Ответ Волкановский. Чемпионы внутри и снаружи октагона. Не добавить, не убавить. И вот ложка дегтя в бочке меда. Волкановский и его команда обвиняют Махачева в незаконном использовании капельницы после жесткой сгонки веса. Здесь же Кевин Холланд сделал мем про Махачева, на котором Ислам держит капельницу. В реванш Волкановский для Ислама уже как прочитанная книга. Это мое личное мнение. И я думаю, что Ислам уже знает, как биться с Волкановский. Ему будет проще. Слова Ислама. Я не собираюсь никого ждать или вызывать кого-либо. Я буду готов, как только UFC предоставит мне соперника. Не важно, будет ли это матч-реванш или другой претендент в легком весе. Как считаете, нужен реванш? Напишите в комментариях. Хабиб Нурмагомедов никогда не сдается. Сейчас набирает популярность вот это видео. Как Хабиб и его двоюродный брат Усман соревновались в отжиманиях. Кто сделает больше отжиманий за наименьшее количество времени? Мотивация и стремление к цели. Это то, чем я заряжаюсь при просмотре вот таких вот видео. Хорошая работа. А что вы думаете об этом ролике? Хотели бы вы, чтобы Хабиб вернулся хотя бы на один бой в UFC? Поделитесь мыслями. А теперь поговорим, кто следующий соперник Хамзата Чимаева. 28-летний Чимаев занимает третье место в официальном рейтинге UFC в полусреднем весе. Чимаев может вернуться в средний вес для своего следующего боя. Вызывал он на бой Колби Ковингтона, бывшего чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уитекера. Кстати, жнец ответил, что открыт для возможного противостояния с Чимаевым. К тому же еще и Кевин Ли серьезно настроен на поединок с Хамзатом. Когда я вызвал на бой Хамзата Чимаева, я сделал это пару недель назад, я делал это на полном серьезе. Я очень хочу провести этот бой серьезно. Я здесь для больших вызовов. Ли больше говорит, чем дерется. На днях он подписал контракт с UFC, ему 30 лет. Ранее он стал работать с Али Абдулазизом. Борским ремнем набирает обороты. Его доминирующая победа в первом раунде над Кевином Холландом в промежуточном весе в сентябре прошлого года. Еще одно тому доказательство. Чимаев непобежденный боец. Общий его рекорд 12-0 в ММА. Из них 6 побед в UFC без поражений. Вы на канале Антона в ММА. Подписывайтесь на мой канал, чтобы смотреть новости первыми. Мы с вами скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока.